Сегодня по случаю моей бармицвы я стою перед вами как взрослый мужчина эта фраза символ того что происходит с каждым еврейским мальчиком в 13 лет ее можно услышать на каждой бармицве во всем мире серьезно и эти ребята уже мужчины они выглядят как мужчины до многих из них еще даже голоса не сломались они не могут голосовать не могут покупать алкоголь не могут водить машину и даже не могут выйти из дома без напоминания мамы о куртке или шапке мужчина я вас умоляю так что же такого в этом возрасте 13 лет что всевышний называет мальчика мужчиной почему не 14 что меняется почему не 18 давайте поговорим о том что значит быть мужчиной в иудаизме мужчина не измеряется своей силой счетом в банке властью или известностью в иудаизме мужчина измеряется своей способностью выбирать всевышний создал нас по своему подобию это что определяет человека это наша возможность выбирать между добром и злом сила в иудаизме измеряется не вашей способностью поднимать вес а способностью преодолевать свои желания и страсти тем как вы можете поставить интересы другого выше своих собственных, тем, как вы можете выбирать добро, а не зло. Как же это связано с бармитвой? Наши мудрецы учат, что в возрасте 13 лет с нами происходит что-то чудесное. Каждый получает ецератов, хорошее, доброе начало. Что это значит? По какой-то причине мы думаем, что ецератов, добрый ангел, и ецерара, злой ангел, сидят у нас на плечах и шепчут нам, что делать, хорошее или плохое. Но это больше подходит для мультфильмов, чем для реальной жизни. На самом деле ецер происходит от слова яцар, сформированный. Это что-то, что развилось внутри нас. Мы рождаемся полными эгоистами. Все прекрасно знают, что если ребенок чего-то хочет, кушать, игрушку, наручки, он показывает это всеми возможными способами. Чаще всего это плач и крики. Потому что в таком возрасте ребенок думает только о себе. Когда дети подрастают, эта черта остается у них. Они не думают о братьях или сестрах. Они хотят полного внимания родителей. Хотят первыми получать десерт. Хотят иметь то же, что и у друзей. Они точно не думают о том, что хотят их родители. И точно не думают о потребностях братьев и сестер. Ребенок волнуется только о том, что нужно ему. Его ецер эгоистичен. А в иудаизме эгоизм считается корнем зла. Но в 13 лет происходит что-то чудесное. Нам дают подарок, хорошее начало. То есть у человека появляется больше душевных сил. У каждого из нас есть искорка от Всевышнего. И в этом возрасте она начинает светить немного сильнее. И появляется новый голос. Не в моем ухе, а в моей душе. И это Ецератов. Он напоминает мне, что у других людей может не быть того, что есть у меня. Что мне повезло иметь то, что у меня есть. Напоминает посмотреть на моих родителей и сказать им спасибо. Стать добрее к людям, которые окружают меня. С того момента, как человеку дается эта новая сила, дополнительная способность души, у него появляется полный выбор между добром и злом. Между тем, чтобы дать или взять между эгоизмом и бескорыстием. Этот выбор делать хороший или нет и превращает мальчика в мужчину.